Крупный план. И лекция в политехническом, она так называется, проходить будет в космическом центре, что на улице Энгельса. И эта дискуссия будет посвящена теме экономика городского пространства. Ну, такую небольшую вводную сделаю, займу еще несколько минут от нашего с вами, Юрия Александровича, общения. Надо просто сказать, с чем вы приехали. Собственно говоря, ваш приезд анонсирован властями и нашим опорным вузом, как приезд в рамках грядущего урбанистического форума в городе Кирове. Уже не первый приезд архитекторов, инженеров, планировщиков и специалистов по урбанистике за этот год мы можем обозначить. И вот сейчас приезжает человек, который представляет институт, который занимается планированием городского пространства. Власти говорят, что все это для того, чтобы в течение ближайших лет 5 и 10 город преобразился. И поэтому собирают мнения, в том числе и сторонние мнения, лучший опыт в стране и за рубежом, чтобы, имея средства, которые поступают по различным федеральным программам, и средства муниципального бюджета, регионального бюджета, город преображался грамотно. Так, чтобы были бы учтены интересы всех его жителей. Вчера, 2 августа, мы вместе с вами были на прогулке в городе. Прогулку проводили лично губернатор Кировской области Игорь Васильев и глава администрации города Кирова Илья Вячеславович Шульгин. Начали мы свой путь от Ботанического осада. И дальше уже я сопровождала только до Александровского осада, а вы, я знаю, побывали еще на нескольких достаточно важных объектах в нашем городе. Первое впечатление, конечно, всегда вопрос гостя, который приезжает в Киров. Впервые? Второй раз. Второй раз. Второй раз, да. Первый раз мне не очень удалось погулять проездом по службе и там ничего не видел. Сейчас увидел. Город А имеет рельеф отличный. Например, в отличие от Петербурга, у которого плоскость. А для архитектора нужны три составляющие. Первый – это рельеф, второй – это вода, третий – это замечательный ландшафт. Все три составляющие в Кирове есть. В этом смысле есть где развернуться. Это уже радует нас. С точки зрения просмотренных объектов, ни лучше, ни хуже, чем в региональных столицах по России. Я много езжу. И в этом смысле это довольно типичные вещи для наших городов. Могу отметить только рынок, что нетипично. Центральный рынок. Да, центральный рынок. То, что этим рынком управляет муниципальное предприятие. Это абсолютно нетипично. Во всех остальных городах это, как правило, частные уже вещи. Этот переход к рынку – это очень важный объект, конечно, в городе. И мы о рынке говорим тоже уже неоднократно на протяжении многих последних лет. Недавние публикации о судьбе центрального рынка и того, что он из себя сейчас представляет, ну, такой печальный оставляет осадок, потому что люди, работающие на рынке, приходящие на рынок, говорят, что меняется все вокруг, кроме самого рынка. Ну, то есть архаичный достаточно подход к управлению. Что вы увидели, когда побывали на центральном рынке города Кирова? Ну, во-первых, он блестяще расположен с точки зрения места расположения. Как говорят девелоперы, есть три фактора влияния на цену объекта, недвижимости в городе. Это расположение, расположение и еще раз расположение. С этой точки зрения он занимает довольно такое финансово емкое место. Ну, как и рынок. Второе, там много занятых людей. Я всегда очень с осторожностью отношусь к таким территориям, в которых даже неважно, сколько эти люди зарабатывают. Они зарабатывают сами, кормят свои семьи. И это большое число людей, много занятых. И они не просят у власти ничего. Они сами себя поддерживают. Это тоже важный фактор, который необходимо учить при любых программах следующего шага. Я думаю, именно поэтому любое какое-то действие резкое по отношению к таким массовым территориям, где массовое скопление, должно быть просчитано, чтобы не лишить этих людей последней возможности зарабатывать деньги. Возможность перестроить там колоссально, потому что там всего одно капитальное строение. Безусловно, его можно цивилизовать и найти баланс между интересами этих частных занятых людей, интересами горожан и интересами администрации. Но над этим надо размышлять. В предыдущие годы различные проекты по изменению территории рынка существовали. Был проект по перестройке капитального здания под торговый центр и жилая застройка вокруг. Был проект такого колхозного рынка, как в Казани, например. Но все равно с жилой застройкой вокруг. И теперь жителям не очень понятно. Мы очень пристально следим за тем, что говорят власти о судьбе центрального рынка. И вы совершенно правы. Они с осторожностью высказываются. Пока что стараются собрать мнение всех, кого возможно по поводу рынка. Ваше личное представление. Вот на этой большой территории, а там очень серьезная территория. Может ли, имеет ли право существовать жилая застройка в каком-либо виде? Или, например, это должен быть колхозный рынок в парке? Я не знаю, куда еще может привести фантазия планировщика и архитектора. Совершенно верно, вы говорите, нужно учесть интересы всех людей. И потоков тех, кто привык к потоке покупателей, и тех, кто там работает, тех, кто там живет. Потому что рынок, существуя в таком виде, это такая достаточно криминальная история. Там очень много людей, которые асоциально достаточно образ жизни ведут. Прежде чем отвечу на ваш вопрос, уточню все-таки, кто я по профессии. Я себя отношу к профессии градоустройства, устройства жизни в городах. Объектом нашего внимания, внимания нашей профессии, является не отдельное архитектурное произведение, неважно, какого масштаба и уровня, и не процесс строительства, как обычно переводят градостроительство, а процесс устройства жизни в городе. Жизнь должна быть в городе комфортно, дружелюбно для горожан, сбалансирована по разным направлениям и так далее. Конечно же, на этом месте, с моей точки зрения, как планировщика, и вот как человека, который занимается градоустройством, это не жилые кварталы, это функции центральности, городской центральности. Благоустроенной, насыщенной, там, где есть концентрация городской жизни. Неважно, какие сервисы там. Есть такое наблюдение у нас, что для того, чтобы, например, пешеходная улица городская работала как пешеходная улица и как улица центральная, должно быть 107 разных объектов на километр пути. 107 объектов. 107 объектов. Ну, это такой опытный, 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 разных. Кафе, парикмахерские. Кафе, парикмахерские, сервисы банковские, какие-то службы городские, неважно какие, различного рода рестораны, развлечения и так далее. Магазины. И последняя тенденция, например, в западных городах, они уходят теперь от моллов этих огромных. Это торговые центры моллов. Да, ну, как с улицами внутри. И переходят к стрит-ретейлу, так называемой, к торговле на улице. Чтобы улица, по сути, выставляется требование на экстерьер, как на интерьер. Мы же очень трепетно относимся к тому, как у нас отремонтирована и выглядит квартира внутри. Точно такие же по качеству должны быть требования, заданные на экстерьерную часть, то есть на фасады, на тропинки, на дороги, на решения по рекламе, на, собственно говоря, витрины и так далее. Огромное количество набора вот этих качественных элементов, набора этих качественных элементов должно быть в современном городе. После этого пространство становится дружелюбным и комфортным для человека. Ему не хочется оттуда выходить. Вот над этим и надо работать. Вот что-то такое надо делать на этой территории. Как это сделать, это же совсем другой вопрос. Возвращаясь к вашему замечанию о том, что в большинстве городов сейчас рынки не муниципальные, а все-таки в частных руках. Что больше, судя по всему, это эффективнее, чем просто иметь муниципалитет, такую недвижимость и пытаться как-то ею управлять? Ну, по-разному. Вот с точки зрения преобразования у вас самая благоприятная ситуация, потому что, когда это в частных руках, ты часто приходишь, например, в городе Уссурийский, есть китайский рынок. А владелец этого рынка наш человек. Но бизнес так договорился, что ему, условно говоря, уже и не зачем жить в городе Уссурийский. Он получает прибыль, у него есть его доверенные лица, которые этим управляют. Но там нет власти ни советской, никакой. Там китайская власть внутри. Как только ты заходишь, ты попадаешь в маленький Китай. И в этом есть сложности договориться. Здесь сейчас ситуация совсем другая, когда муниципалитет хочет, и он может. У нас же все-таки теперь частная собственность Конституции защищена. И с частниками нужно договариваться. Это всегда процесс взаимный. Но это возможно. Всегда можно договориться, если с каким-то правильным проектом подойти. Там, где и он выигрывает, и город выигрывает, и горожане выигрывают. Ну и все участники процесса. А в нашем случае? Я думаю, что здесь нужно договариваться с мелкими арендаторами, с теми, кто кормится с этого рынка. И с жителями, которые этим рынком пользуются. Потому что ценовой сегмент там достаточно низкий. И это позволяет людям как-то жить. Они у нас не имеют зарплат. Даже города Иркутска, например, где чуть выше зарплаты, средний чек выше и так далее. Если взять сразу это, благородить и сделать дорогим, и чек будет сразу дорогой. Не каждый сможет воспользоваться этой территорией. Вот эта сегрегация, такая экономическая, она одна из угроз. И в этом смысле, конечно, власть, если надумает что-то делать, это надо будет учитывать. Но продуктовый рынок стоит оставить, да? Весь набор рынка можно оставить. Весь набор рынка. Весь набор рынка. Юрий Перелыгин у нас в гостях. Исполнительный директор Лен Гипрогор. Градоустроитель. Можно так сказать? Можно. Да, напоминаю, что сегодня, 3 августа в 15.30 в Космическом центре на Энгелеса состоится дискуссия и лекция Юрия Александровича об экономике городского пространства. Ну вот, говоря уже о том, что некоторые объекты имеют множество собственников, с которыми трудно договариваться для того, чтобы грамотно планировать территорию, мы сейчас перенесемся с вами на территорию завода Крин. Вы там тоже побывали вчера. Завод Крин на днях прославился тем, что один из собственников снес проходную флигель, который проектировал один из самых известных, да, пожалуй, самых, наш прославленный вятский архитектор Чарушин. И общественность была, конечно, очень возмущена. Но там еще осталось несколько таких исторических зданий. Надо сразу сказать, что это не признанные эти здания историческим наследием. Они остались. И вот множество собственников там существует. Я так понимаю, что Илья Шульгин, сети-менеджер, вас туда привел в том числе и потому, что люди говорят, что эта территория им интересна, им хочется, чтобы остались какие-то исторические здания, но есть также и желание, и потребность преобразовать эту территорию. Что вы увидели? Ну, я увидел действительно несколько оставшихся исторических зданий, которые действительно, ну, если уж там очень строго подходить, не представляют из себя какой-то там суперархитектурной ценности, но они задают среду того времени, чем надо дорожить. К сожалению, девелоперы, ну, и так у нас устроена пока наша институциональная среда, и в том числе рынок недвижимости, на котором и работают девелоперы, что они не видят в исторических объектах элементов повышения экономической эффективности их проектов. Потому что, как правило, все проекты сводятся к жиловой застройке и к первичному рынку именно жилья. Покупательная способность разная, сейчас она упала, ну, или держится на том уровне, на достаточно низком, на котором можно в вятке что-либо купить. И под эту ценовую категорию довольно сложно всем девелоперам попасть. Поэтому они гонят высоту, выжимают плотность, и в результате, ну, в результате вот этот рынок, он у нас пока и ведущий. Это не только в Кирове, это и в Петербурге, это и в Москве, это везде. Поэтому 25-этажные жилые дома и все что угодно. Поэтому, конечно, там надо преобразовать среду, а не одну знание. Но я не уверен, что там есть такой проект. Там его нет. Просто эта территория осваивается как Курт, теперь градоставительный кодекс ввел такие комплексы устойчивого развития территории, понятия. И вроде бы, как я понял, те собственники быстро сообразились, делали планировки и начали там вот эту жилую застройку, потому что это центральное расположение. То есть там цена квартиры может быть дороже, и эффективность их бизнеса может быть лучше. Здание строится кирпичное, вполне себе, с хорошей планировкой. Как дальше это будет преобразовано, я не знаю. Ваши первые мысли или те мысли, которые пришли уже за эту ночь, пока вы в Кирове, по этой территории? Ну, я бы эти опорные объекты оставил и преобразовал их в Лофт. Опорные объекты – это исторические здания. Это вот эти исторические здания. Ну, я не знаю, кто там в этих зданиях архитекторы, кто их проектировал в свое время, но они потенциально очень интересны с точки зрения вот у Лофтовых проектов, которые сейчас модные. Я не знаю, есть ли в Кирове Лофты, но они тоже хорошо продаются, и цены там неплохие. И, может быть, это застройщикам в голову приходит, а может и нет, не знаю. Юрий Перелыгин, исполнительный директор компании «Ленги Прогор», городоустроитель у нас в гостях. Напоминаю, что сегодня 3 августа в 15.30 в космическом центре на улице Энгельса у нас будет дискуссия. В ней, кстати, примут участие и Илья Шульгин, и Игорь Васильев. Придут главы теруправлений, я знаю, что придут многие бизнесмены, в том числе и застройщики, в том числе и те, которые возводят здания на территории бывшего завода «Крин». И мы приглашаем всех заинтересованных горожан поучаствовать в этой дискуссии. Вообще, я бы сказала, что город с приходом нового сети-менеджера открыл такой курс просветительских лекций. Вот не просто привозят архитекторов, не просто привозят целые команды из архитектурных агентств, но стараются обеспечивать встречи с горожанами для того, чтобы люди понимали, а как мыслят эти специалисты, а что думает город по этому поводу, задавали бы свои вопросы, спорили бы, конструктивно какие-то предложения, может быть, вносили. И сегодня мы тоже приглашаем всех на такую дискуссию. Все это в преддверии Первого Кировского урбанистического форума. Лекция называется «Экономика городского пространства». Это не очень понятно горожанам, что это значит. О чем, собственно, она будет? Она будет о том, что вообще вся мировая экономика, с моей точки зрения, как профессионалы в этой области, держится на городах. И есть статистические данные, что высокоразвитые страны отличаются тем, что более 70% всего волового продукта этих стран создаются в городах. То есть это высокоурбанизированные территории. В силу того, что плотность деятельности в городах высока, и, соответственно, экономические эффекты от этого достаточно высоки. И, работая с городской средой, нужно всегда обращать внимание на экономические вопросы. Что нам еще пока не свойственно, ну и, собственно, у нас пока еще все преобладает отраслевой подход. Мы видим деньги в отраслях, в промышленности, в каких-то вот таких единицах. А в том, что город воспроизводит деньги и продуцирует деньги, мы этого мало видим. А это на самом деле так. Я всегда привожу пример в том, что, ну, помимо того, что он производит деньги, он еще и создает местозанятости для людей. И в этом смысле город становится социально более важным, чем какие-то либо другие предприятия. Потому что бизнес в последнее время, как писал классик Питер Друкер, только выбрасывает людей за ворота фабрики. С внедрением технологий люди не нужны. А в городские технологии они все нуждаются в людях. Ну, потому что они построены на общении, на коммуникации. И не может, например, официант в ресторане обслужить больше, чем пять столиков. И это физический предел. Ну, и так далее. Многие сервисы устроены именно таким образом. Поэтому хорошо обустроенное городское пространство, а, местозанятости, б, воспроизводит экономику. И хорошие экономичные предприятия, вернее, высокоэффективные некие, приходят в хорошую городскую среду, а не в плохую. Ну, например, Тойота имеет такой лист требований, которые она выставляет городам. И только в таких городах она размещает свои тойотовские производства. Что там в этом листе? Например, одно из таких вещей, которые меня сразило, это то, что работник Тойоты должен иметь возможность посещать оперу. Казалось бы, ну, как связано? А оказывается, настолько уровень высокотехнологичного производства современного требует такого же работника. И тут сразу вспоминается давнишняя мечта нашего губернатора Игоря Васильева. Он практически с момента прихода говорит о том, что Кирову необходим просто концертный зал высокого класса, многофункциональный концертный зал, потому что крайне бедна наша афиша культурная. Сюда не заезжают артисты, в райдере которых там соответствующие условия. И это, кстати, накладывается на требования очень многих иностранных инвесторов, которые в последнее время заезжают в Киров, и японцы, и китайцы, и европейцы, которые тоже говорят. Вот вы думаете о том, чтобы открыть здесь предприятие. Вы предлагаете нам вашу территорию. А где будут жить наши сотрудники? Куда будут ходить их дети, жены? И действительно, они тоже выставляют райдер городу, который должен предоставлять комфортные условия жизни. Но история про комфортную городскую среду все-таки сейчас уже сверху спущена два года. Как? Вместе с деньгами большими. И наш город, как многие, я думаю, российские города, тоже оказался не готов к такому великолепному золотому дождю, потому что очень сжатые были сроки на предоставление документации объектов для благоустройства. Достали все там из-под скатерти запыленные старые проекты 10-20 лет недавности для того, чтобы просто исполнить вот эти цифры, показать, что мы готовы, давайте нам деньги. И последствия печальные достаточно были. Сейчас мы видим, что правительство Российской Федерации и соответствующая структура, там, инстрой, пытаются каким-то образом эффективность вот эту увеличить и практики как-то распространять позитивные. Но пока что на местах не разобрались. Это совершенно очевидно. Скажите просто такое мнение. Сейчас Илья Вячеславович, который вчера с вами по городу целый день ходил, он пытается создать институт советников. Это сторонние советники, которые будут брать большие проекты, в том числе и градоустроительные, и вести их на общественных началах. Имеет ли в этом... Есть ли здесь какое-то рациональное зерно, вы считаете? Или можно, например, пойти по пути Татарстана или Ростова-на-Дону, может быть, в Питере такое есть, когда создается некий центр компетенции, и люди получают зарплату, и все градоустроительные проекты проходят через них. Какие, знаете, вы практики? Что вы можете отметить как эффективные? Практики очень разнообразные. И с чего-то надо начинать. Лучше что-нибудь делать, чем ничего не делать. Татарстан действительно имеет свою историю этого вопроса. И, кстати, именно в Казани начались городские лекции. Поехала делегация, по-моему, в Сингапур, а там это было заведено, и они такую инициативу привезли к себе в Казани. И я даже там читал как-то лекции именно в рамках цикла городских лекций для Казани. На кого они направлены, городские лекции? На горожан. Там черпали посетителей в открытом доступе в интернете. Меня сразило, у меня было 1200 слушателей в субботу. Выступал профессор Глазыч, потом выступал я, и Алексашенко, ну и целый ряд спикеров, которые могут рассуждать про темы не только самого города, но вообще, которые интересны горожанам. Институт советников, ну, нормальная практика, везде она есть. А где-то она эффективнее, где-то она неэффективнее. Если есть такие активные люди, которые готовы на общественных началах, ну, замечательно, замечательно. Всегда есть какие-то активные граждане, которые готовы часть своего времени инвестировать в свой собственный город. Есть практика еще с советского времени, доказавшая свою эффективность, это городостроительные советы. Но во многих местах они сведены к сбору профессионалов, ну, архитекторы-строителей, и все. А где-то они пошли дальше, потому что в городе живут все. И к нему, так называемые, стейкхолдеры-держатели пакетов акций разных интересов, они все разные. Там должны быть бизнесы, которые зарабатывают на городе, там должны быть силовые структуры, которые отвечают за безопасность, там должны быть администрации разных профилей, в том числе экономики, социальные и так далее. И вот это городсовет. Потому что обсуждаются комплексные проекты, как устроить жизнь в городе. А если ты сходишь к какой-то профессионализации, то ты получаешь какую-то закрытую вечеринку. Да, вы там между собой обсуждали, профессионально выдвинули. Часто заинтересованы друг в друге, правда? А остальная эта часть людей, она и не посвящена. Ну, и отчасти это и ликбез какой-никакой, ну и так далее. В этом смысле разные практики есть в разных городах. Ну, в зависимости от фигуры мэра, главного архитектора или главного городостроителя, как сейчас называют эту профессию. Какое впечатление на вас произвел наш глава администрации Илья Шульгин? Человеческое впечатление, профессиональное. Могу так сказать, что он неравнодушен. Как кто-то говорил, что самые страшные люди – это равнодушные. Он неравнодушен. А с точки зрения профессионализма, ну, мы только пообщались пару часов вместе, поэтому тут нельзя делать какие-то выводы и так далее. Вернемся от нашей прогулки. Вчерашний, 2 августа, Илья Шульгин и Игорь Васильев провели экскурсию по городу. Они с вами целый день ходили по разным объектам, старались собрать впечатления, сами о своих планах рассказывали. Вот сейчас мы пытаемся какие-то первые, не решения, но первые мысли по поводу этих объектов раскрыть в нашей программе. А поподробнее об этом поговорим вместе с губернатором и вместе с сети-менеджером и вместе с нашим гостем Юрием Перелагиным сегодня в 15.30 в Космическом центре. Итак, линия оврагов. Я помню и слышала, что говорил Илья Шульгин и что говорил губернатор. И здесь в этой студии они неоднократно рассказывали о том, что линия оврагов, засора, должна стать рекреационной зоной. Я впервые узнала, что наложены теперь на овраги засоров некие охранные обязательства, и там нельзя теперь строить капитальные объекты. И готовые капитальные объекты, и островы этих объектов недостроенных, мы с вами вчера видели в овраге. Такое ощущение, что такой привет из прошлого, из 20 века практически. Там какой-то стеклянно-пластиковый торговый центр, недострой там в одном овраге. Где-то что-то выкашено, была запланирована постройка жила, и ее нет. Старый разрушенный стадион, правда, с новым покрытием, где играют ребята в футбол. В общем, достаточно большая цепочка. Вот когда власти говорят о том, что здесь нужна рекреационная зона, здесь нужны деревья, здесь нужны прогулочные, беговые дорожки, сразу у всех возникает скептический такой вопрос. Абсолютно у всех, даже у самых позитивно настроенных активистов городских. Где в нашем городе взять на это деньги? Все задают этот вопрос. На самом деле Шургин умеет как-то правильно отвечать на него. Но я к вам хочу, как градоустроителю, обратить следующий свой вопрос. Можно ли на такие пространства рекреационные привлечь частные инвестиции? И тогда в чем интерес инвесторов? Или это все-таки должны быть какие-то вещи, которые сам муниципалитет планирует и вкладывает туда бюджетные средства? Я отвечу своей лекцией, особенно у меня она про это, что а. можно, б. нужно, ц. это отработанные технологии, и без этого наши города не преобразуются. Конечно же, можно равняться на Москву и смотреть, как она это делает. Но мало кто знает, что бюджет Москвы в четыре с половиной раза превышает бюджет всех миллионных городов нашей страны. Вместе взятых? Вместе взятых. Поэтому это другие возможности, другая территория, другая реальность. В региональной столице, в которых проживает 600 тысяч человек, как в Вятке, ну почти 600, да, это потенциально очень сильные экономические единицы. Мало кто на это обращает внимание. Ну, например, современный университет вращает в нем количество денег, вращающихся, например, в высшей школе экономики, больше, чем на каком-нибудь заводе Тойота и так далее. В нашем заводе Тойота, который у нас там, например, в Петербурге работает. Это большие такие экономические агенты. Это первая часть. Второе. Граждане тратят свои собственные деньги не только здесь. И, как правило, в таких городах существует отложенный спрос. Если ты его считаешь, оказывается, это огромная сумма. Мы вчера вот с мэром прикинули, какой отложенный спрос в Кирове при таком количестве населения и при определенной структуре занятости и при средней заработной плате в 20 тысяч рублей. Это 120 миллиардов в год. Это что за цифра? Это люди готовы потратить, но не здесь. В Москве, на курортах других городов. Кировчане. Кировчане. Даже если представить, что вы 10% этой суммы оседаете, создаете такую среду, что они оседают здесь, а не оседают в соседних столицах, вы получаете колоссальный инвестиционный ресурс. Вопрос в том, как тратить государственный ресурс. Он же тоже наш. Мы же до сих пор еще пока не очень научились относиться к государственному рублю, как к своему. Откуда государство рубль? Из наших налогов. Мы работаем и платим налоги. Отсюда и потом коллективно делегируем право тратить эти наши деньги в складчину, которые сложились в бюджет, этим людям. Они должны быть профессиональны. И в этом смысле профессионально потраченный рубль, он привлекает от 5 до 10 частных. Вот и инвестиционный механизм. Никакая другая страна ничего нового в этом смысле не придумала. Я обращаюсь к опыту команды вашего института Ленки Прогор и вижу, что вы разработали более 25 схем территориального планирования регионов и муниципальных образований, более 20 стратегий и концепций социально-экономического развития регионов и муниципальных образований, более 40 генпланов, правил землепользования и застройки, 10 проектов редевелопмента и так далее. Наш очень часто стучит претензии от экспертов, и здесь в этом эфире тоже, что они не видят и не знают как раз стратегию социально-экономического развития региона и муниципалитета. А стоит в это вообще вкладываться? Что за документ такой, стратегия социально-экономического развития? У меня была достаточно большая практика в разработке стратегических документов, потому что я одно время был научным руководителем Центра стратегических разработок Северо-Запад. Мы там начинали эту практику, потом меня в правительство пригласили, я там занимался именно этим, в Министерстве регионального развития. У меня был всегда такой тезис, что когда молодая семья заводит детеныша, она должна думать на 25 лет вперед, ну как минимум. А наше в то время государство жило от года до года. И мы, граждане, ну и я, собственно, не понимал, куда его сдвигает. Как можно планировать свою собственную жизнь, тебя вокруг, тебя среда планирует год. Ну, тогда время было достаточно сложное, у нас инфляция была по году, чуть ли не 26%, и мы там по 5-6 месяцев зарплаты не получали. Мы же уже все это забыли. Вы про 90-е говорили. Да, да, мы же это все уже забыли. Поэтому, конечно же, нужны стратегические документы. Нужно понимать, что куда движется вот эта штука, город, в котором ты находишься. Потому что ты не понимаешь, куда он движется. Может, оказаться, что он в пропасть летит, а ты тут возишься, что-то делаешь, планируешь. Выбирать другие города и перемещаться. Да, и народ, слава богу, свободу перемещения дали, он ищет там, где ему более комфортно. Это дорогостоящая штука, разработка такой стратегии? С моей точки зрения, это достаточно дорогостоящее, если вы серьезно к этому относитесь. Ну и, наверное, все-таки приняв такую стратегию, нужно ей следовать. Есть вторая беда, я ее называю таким образом, институциональная неприемственность власти. Полминуты у нас остается. И это вот приходит новый или губернатор, или мэр, и говорит, ой, вчерашняя стратегия. Нет, мы все меняем. Так нельзя. Должна быть приемственность, иначе это не стратегия. Стратегия на 20, на 30 лет. Если бы, например, атомную станцию проектировали так вот, это как, пришел новый, у тебя там станция, говорит, давай отменяем, останавливаем реактор, делаем что-то новое. Это же невозможно. А почему-то с городом и регионом можно. То уже нельзя. Нужна институциональная преемственность власти. Это важно. Интересный у нас разговор. На эту тему можно говорить долго, и приятно на эту тему говорить с профессионалом. Но мы продолжим эту встречу. Сегодня в 15.30 в Космическом центре на улице Энгельса. И наш гость Юрий Перелыгин будет давать там лекцию об экономике городского пространства. Она предназначена для всех, абсолютно не только для специалистов. Там же будет сити-менеджер Илья Шульгин, там же будет губернатор нашего региона. Всех приглашаем туда. Спасибо, Юрий Александрович. До встречи чуть позже. Крупный план